Интерактивная стол-песочница – комплекс, которым с помощью технологии дополненной реальности дети изучают окружающий мир, географию строения, земли, цвета, фигуры, учатся ориентироваться в пространстве, развивают память, внимание и логику, играют в игры. Подобное оборудование первое в области. Примерно те же цели и у интерактивного пола. Это мультимедийный развивающий комплекс, нацеленный на всестороннее развитие детей через занимательные интерактивные игры посредством взаимодействия с динамическим изображением на полу, основанного на программной логике. Закупленное у нас оборудование – это детская интерактивная песочница, которая нужна в процедуре сенсорная стимуляция и сенсорная интеграция для того, чтобы обогатить сенсорный опыт наших детей. Ну и плюс она обладает очень высоким мотивирующим эффектом. Дети играют, активно взаимодействуют с песочницей и вообще игра в песке – это для детей очень хорошо, очень полезно. И эта процедура позволяет и тонкую моторику развивать, и интеллект развивать, и речь косвенно развивает, плюс грубые моторные навыки, то есть в общем движение улучшает и развивает. То есть комплексное воздействие трудно переоценить. Пол, интерактивный пол – это методика, которая приблизительно те же самые цели перед собой ставит, но она при этом увеличивает еще общую двигательную активность. То есть ребенок бегает, ребенок в это все ходит, координация движений, общая координация, координация в вертикальном положении. В комплексе песочница и пол дают нам всеобъемлющее развитие сенсорной интеграции и движений и всего. Реабилитационная методика позволяет в форме игры провести умственную и физическую стимуляцию детей-инвалидов, при этом решает целый комплекс реабилитационных задач. Дети развивают мелкую и крупную моторику, интеллект, речь, координацию. Как неоднократно подчеркивал глава государства, и это отражено в редакции нашей Конституции, каждый должен проявлять свою социальную ответственность, вносить свой вклад в развитие общества и государства в целом. Поэтому у меня большая честь сегодня тоже иметь возможность внести свой посильный вклад в развитие общества, тем более это касается особой категории граждан, деда, которые нуждаются в особом ходе, подходе. Поэтому надеюсь, что это оборудование, которое передано Брестскому центру медицинской реабилитации, поможет снижению выявленных у деток заболеваний, ну и какой-то скорейшей адаптации к нормальной жизни. У меня был опыт, похожий опыт, такой же в городе Пинске, поэтому мы предложили руководителю центра посмотреть, что необходимо для центра, и руководитель уже самостоятельно выбрал ту категорию оборудования, которая нужна. Ежегодно в центре Тонус медицинскую реабилитацию проходит более полутора тысяч детей. Около 30% из них приезжают в город-надбуком из других областей, еще 30% из Брещины, 40% горожане. Ежедневно помощь получают порядка 120 ребят. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, Новости Бреста.